Надеется, что гонщик останется жив. В таких ситуациях все зависит от чистой случайности. Столкновение выглядит крайне зловеще. Зрители опасаются худшего. Остается только гадать, что будет, когда ты перестанешь кувыркаться. Кто-то тебе проедет. Где твой мотоцикл? Не грохнется ли он на меня? Я боялся больше всего, что меня убьет собственный мотоцикл или чей-то еще. Я вылетел из седла и приземлился на локте. Вывернул лодыжку, в которой мне был штифт после падения пару лет назад. Нога очень болела, и я несколько раз ударился головой об асфальт. Что пошло не так? Почему элитный Кавасаки Фелес внезапно повел себя, как диким устанг? Чтобы разобраться в трагедии, нам нужно знать, как мотоцикл сцепляется с грунтом. Мы идем на невероятные ухищрения, чтобы обеспечить надежное сцепление колес с трассой. Это наша основная проблема. В действительности, пятно контакта площади, где шины касаются покрытия трассы, очень мало. Для каждого колеса, это площадь сравненная с размером кредитной карты. Чтобы обеспечить надежное сцепление шины с дорогой, инженеры тщательно подбирают рисунок протектора, давление в шумах и плотность резины. Обычно передние и задние колеса работают вместе, вращаясь с одинаковой скоростью. Но стоит колесу на миллисекунду потерять контакт с трассой, гонщику грозят серьезные неприятности. Мотоцикл выходит из-под контроля, потому что больше не может делать то, что он делает. И судьба гонщика повисает на глазке. Следующий кусок головолюнки — агрессивное вождение. Выходя из вража, Филлис пришпорил свой мотоцикл, чересчур раскрутив его заднее колесо. Оно потеряло контакт с дорогой. Мотоцикл занесло, и Филлис не смог удержать его на трассе. Если на заднее колесо ложится в 80% угловой нагрузки, нагрузка за счет ускорения не должна превышать 20%. Стоит увеличить ее до 22, и колесо начнет прокручиваться. Задача гонщика — постоянно соблюдать это равновесие. В результате Филлис вынужден был бороться с собственным мотоциклом. На мотоциклетном жаргоне подобным инцидентом называется «Машина взбрыкнула». Вот что при этом произошло. Заднее колесо теряет контакт с дорогой, и мотоцикл заносит. Переднее колесо хочет продолжать движение вперед, но без мощи заднего машина замедляется. В результате заднее колесо вновь входит в зацепление с трассой. Теперь, когда колеса будут за зальгерство, чтобы просто остаться в седле, гонщик должен затратить уйму усилий. Центр массы мотоцикла может мяться в широких пределах, только благодаря тому, что пивот смещает собственное тело. Чем выше центр массы, тем больше вероятность падения. Наконец, на бешеной скорости, вылетев из седла, Фелис пережил опаснейшее падение. Он перелетел через руль, самую высокую точку мотоцикла. Оказавшись в воздухе, пилот совершенно без помощи. Подобные падения очень опасны. Я ничего не мог сделать, было уже слишком поздно. Для профессионалов, вроде Фелисса, несущихся по скоростному участку, на 200-килограммовой машине, полет через руль – худший кошмар. Для инженеров, предотвращение подобных катастроф – сложнейшая задача. Дело в том, чтобы предотвратить раскручивание заднего колеса, тем самым улучшив его сцепление с трассой и ускорение. Нужно обеспечить максимальное сцепление с трассой не дороже, чтобы проходить его на большей скорости и начать ускорение сразу по выходе напрямую. Это очень тонкий баланс, и тот, кому удастся его соблюсти, получит огромное преимущество. Контроль сцепления с трассой – одна из самых противоречивых технологий в мотоспорте. Решения с использованием подключенных компьютер-датчиков, регулирующих скорость вращения колеса, до недавнего времени были запрещены. Их одобрели только в 2006 году. Я расцениваю гоночные технологии как передовой край. Если в этой вести нам удастся как-то улучшить безопасность и скоростные качества мотоцикла, это плюс для всех нас, и плюс для каждого, кто хоть изредка садится на мотоцикл. Как контроль сцепления с трассой помог бы Робу Филлису? Ответ содержится в компьютере. Инженеры экспериментировали с сенсорами, прикрепленными к вилкам и посылавшими сигнал в мини-компьютер, встроенный в мотоцикл. С контролем сцепления, если колеса начинают вращаться с разной скоростью, компьютер посылает двигателю команду замедлить вращение заднего колеса, пока она не сравняется с передним. Коррекция происходит очень быстро, и мотоцикл сохраняет устойчивость. Полеты через руль случаются в основном из-за слишком резкого ускорения в повороте. Заднее колесо раскручивается, и покрышка срывается с трассы. Контроль сцеплению позволяет проскальзывающему колесу вновь войти в контакт с трассой. Во многих случаях гонщики теряют контроль над машиной, когда излишне поддают газу. Даже профессионалы, вроде Робо Филлиса, в полуборьбе допускают подобные ошибки. Все хотят победить, но немногие могут. В каждой гонке победитель всего один. Для негонщиков контроль сцепления — яркий пример того, как передовая технология может перейти в типовые модели и сохранить жизнь. Она может в буквальном смысле удержать вас на двух колесах и спасти от катастрофы. Поэтому каждый раз, когда мы разрабатываем что-то подобное для гонок, и это переходит в мейнстрим, выигрывают все. Мне кажется, в этом главный смысл гонок — разрабатывать лучшие модели для рядовых мотоциклистов. К счастью для профессиональных гонщиков, вроде Робо Филлиса, современные технологии, такие как контроль сцепления, подняют безопасность на новый уровень даже перед лицом смертельного риска. В гонках на мотоциклах тщательно ухоженные трассы минимизируют риск. Тем не менее, скрытая угроза может привести к хнаусу. Двухкратный чемпион мира, австриец Андреас Маклау, убедился в этом на собственном уровне. Он как кукла, прокувыркался по трассе. Под его шлемом было довольно много крови. Мы за него серьезно переживали. Австралийская суперзвезда мотоспорта Энди Маклау начинала свою карьеру в частном порядке. Он соревновался с заводскими командами лучших производителей, вроде Дукатти, Хонда, Кавасаки и Сузуки. Заводские команды ищут таланты по всему миру, приглашая лучших гонщиков, механиков и инженеров, используя последние технологии и революционные разработки. Для них победа в гонке важна для престижа компании и продвижения ее мотоциклов. Для Маклау и 99% гонщиков, остающихся в игре исключительно благодаря собственным амбициям и частному финансированию, каждое падение может стоить гораздо больше, чем просто поражение в гонке. Частники, как правило, работают с 8 до 5. Затем приходят домой и вечерами работают над своими мотоциклами. Они из своего кармана оплачивают все связанные с гонками расходы. Я не выступал за заводскую команду. У меня много друзей. Они очень помогли мне, когда я начинал свою карьеру в метаспорте. Март 1997-го. Сильнейшие команды по Супербайку в очередной раз съехались в Хокингхайм. Это предпоследний из 14 этапов эпического турнира. И последний шанс выиграть европейский чемпионат. Энди Меклау противостоят 29 соперников. Занимающему третье место в таблице Меклау предстоит бороться за серебро с Григорио Лавилой, другим частником с железной волей к победе, уже поднимавшимся на подиум в своей родной Испании. Несмотря на звездный статус на своей родине, в мировом Супербайке Лавилла практически неизвестен. Обладев агрессивной стратегией отгона и освоившись сумасшедшими скоростями, этому новичку предстоит соревноваться с опытным и полным решимости Энди Меклау. Мы боролись за второе место в чемпионате. Это совершенно нормально для гонщика. Он всегда хочет быть первым. Соперников разделяло единственный личко, и Энди Меклау рассчитывал на своем построенном заказу Катти 955 поставить Лавилду позади. С началом гонки Меклау номер 13 ловко прокладывает себе путь в группу лидеров. Агрессивная стратегия приносит плоды. На втором круге Меклау выходит на седьмое место. Он видит впереди машину Лавиллы. Планируя обгон, Меклау выходит из третьего поворота и попадает в самую страшную катастрофу в своей жизни. Когда Энди Меклау упал на трассу, Меклау оказался совершенно беспомощным. его протащило по трассе, он ударился об ограждение и снова отлетел на асфальт. Мотоцикл полетел, у меня не было возможности им направлять. В любой аварии существует определенная энергия, которая должна быть рассеянной. Если она каким-то образом не поглощена и вы обо что-то ударились, у вас большие проблемы. Меклау сильно огорелся отюки. Он вылетел на трассу, как тряпичная кукла. Говорят, в катастрофах главное не на какой скорости вы упали, а на какой скорости вы остановились. Если у вас много места, чтобы рассеять энергию ловушкой с гравией или с самой трассой, вероятно, вы отделаетесь довольно легко. Если вы летите с высокой скоростью и резко останавливаетесь, ударившийся барьер или другой мотоцикл, у вас будут проблемы. Проезжающие мимо гонщики сигналят идущим сзади, чтобы они были осторожны. Каждая секунда может стать роковой. На такой скорости остановиться практически невозможно. Мотоциклы, как любое другое транспортное средство, если бы разогнались до определенной скорости, вам понадобятся некоторые дистанции, чтобы остановиться. Ко всеобщему облегчению Меклау встает, оглушенный, дезориентированный, но чудом оставшийся в живых. Но что пошло не так? Почему Энди Меклау вынесла стрессы? Первым делом нужно узнать, что было в самом начале. Проблемы Меклау начались с переднего колеса. Это был первый левый поворот, и я потерял контрольную машину. Я падал головой вниз и сильно ударился об асфальт. В отчаянной гонке за чемпионский титул потеря контроля над передним колесом может повести к ужасным последствиям. Чтобы понять степень опасности, нужно знать, как работают колеса мотоцикла. Заднее колесо приводится в движение двигателя. Продолжение следует...